Сегодня я вам хочу рассказать о новых навигационных блоках, которые предназначены исключительно для мультимедийных систем, такие как Pioneer, Kenwood и GVC. Из себя система представляет вот следующее, то есть вот такой вот сам навигационный блок, у которого есть встроенный GPS, извините, Wi-Fi уже встроенный, GPS само собой тоже. То есть Wi-Fi, вот имеется такая антенна, и также у нас имеются порты для подключения, то есть входы-выходы кабельной продукции, которая идет в комплекте. Спереди у нас есть USB для подключения, флешек, модема и прочего. Данная USB не используется, это сервисная, и вот эти выключатели тоже не используются, они, грубо говоря, для обновления карт. Плюс, если вы заметили, это у нас не обычный SD формат, карта-приемник, а микро-SD карт, подписанный как TF. Ну и плюс статусный светодиод. То есть сама по себе система проста, а также подключение, также все очень просто. То есть мы имеем список поддерживаемых мультимедийных устройств. Данный, например, комплект предназначен для подключения к мониторам Kenwood. То есть с одной стороны мы имеем фишку, которая имеется у нас на Kenwood сзади, такая вот круглая 13-пиновая. С другой стороны у нас имеется вот такое 24-контактное гнездо, которое мы вставляем в навигацию. Также подключаем питание для дополнительно подключенного блока. К нему подключаем GPS-антенну и все. То есть вот в данном случае, вот у нас комплект для Пионера. У нас подключен данный навигационный блок таким же самым образом. То есть фишечка подключена сзади в Пионер. Давайте вот так вот попробуем аккуратно перевести свой взгляд. Вот у нас есть такая вот прямоугольная горчичная фишка. В нее включен, включена такая черная, черный коннектор. Вот к нему мы подключили. Соответственно в настройках самого медиа устройства мы активировали вход. Вот сейчас перейдем в настройки. Не переживайте, это не обычная ручка, это специальный стилус. У него такое мягкое покрытие. Это для тех, кто нам предоставил на правах рекламы данное устройство. Итак, у нас по умолчанию данный вход активирован для подключения iPhone. То есть мы переключаем в навигацию. И далее при нажатии кнопки Mode мы переходим в режим навигации. То есть таким образом осуществляется именно на Пионерах данной модели. Это у нас AVX 1600 DVD. То есть таким образом у нас осуществляется переход на дополнительную установленную навигацию. Ну и как полагается, управление осуществляется при помощи штатного тача. Полностью все классно. Звук выводится, как и штатный блок навигации на передние колонки. Также можно вывести в некоторых моделях. Допустим, Kenwood можно выводить или на все колонки, или только на одну. Это все зависит от самих голов, как говорится, мультимедийных. Управление у нас имеется. У нас имеется переключение. Имеется сама система работает на Android 4.4. То есть самая последняя версия. Имеется у нас вот такая вот кнопка, которая у нас эмулирует. То есть добавление звука плюс-минус. Выключение, быстрый запуск, мультимедиа, навигации, настроек. Тут кнопка Home, меню, Back. То есть все полностью реализовано. Работает само собой на разрешении 800 на 480. То есть данное навигационное устройство. Работает на разрешении исключительно 800 на 480. И также они подходят для мультимедийных навигационных систем. Ну, мультимедийных систем, в которых можно подключать навигацию. У которых разрешение экрана, то есть 800 на 480. Что еще в двух словах? То есть, как я говорил, можно подключать модемы обычные, те, которые у нас продаются. Трижешные, то есть будем иметь тот же самый триже. То есть подключаем сюда USB-разветвитель, USB-хаб. И к нему подключаем и флешки, и модемы. Хотя фактически некоторым пользователям только и требуется и сам Wi-Fi. Ну вот, вроде бы и все. Такой вот маленький ликбез по новому устройству. Подключение все очень просто. Использование очень просто. Самый последний Android. Загрузка устройства происходит порядка одной минуты. То есть фактически так же, как Андромеда. Ну, вот и все. Если будут еще какие-либо вопросы, задавайте, звоните. До свидания.